Здравствуйте, товарищи! Тема нашей сегодняшней передачи будет, я думаю, очень многим интересна. Тема эта, набившая оскомину многим, называется «Чипизация». Это слово, оно вошло в обиход, и очень многие такие люди, которые считают себя такими современными, продвинутыми, которые разбираются во всех процессах, они относятся к этому с ироничной улыбкой, мол, опять эти сумасшедшие там рассказывают нам про чипизацию, ну и так далее, и так далее. Я расскажу вам один маленький небольшой эпизод своей жизни, да, то есть раньше иногда посещал храмы, да, то есть у меня были знакомые, в том числе священники, и они в начале нулевых еще мне рассказывали, что скоро будет страшная вот эта вот процедура, которую я не могу произносить вслух, да, я их слушал, смеялся, троллил их и говорил, что они больные на голову, сумасшедшие. Плюс еще один вам пример. Ольга Николаевна Четверакова написала мир, в котором мы сегодня живем, ну лет 10 назад так точно. И все эти 10 лет назад, в том числе, признаюсь, и я тоже похихикивал так над Ольгой Николаевной, да, однако теперь, после 2020 года, мне, например, не до смеха. Поэтому сегодня в гостях у нас Игорь Шнуренко, писатель, и мы с ним обсудим вот эту замечательную тему чипизации. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Ну, я думаю, не только чипизацию все-таки мы обсудим. Ну, начнем, по крайней мере. То есть появилось интервью Клауса Шваба, по-моему, 2016 года, да, которое было на французском языке, и поэтому оно, как бы, не сильно гуляло по интернету, по социальным сетям и так далее. Однако он там в русском, ну, вообще не гуляло. Да, вообще не гуляло, да, и он там открытым языком говорит, что чипизация, то есть и так далее, и так далее. И, дабо, он va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. И, après, on pourrait s'imaginer, quand les implantes dans nos cerveaux ou dans nos topos, et à la fin, peut-être, il y a une communication direct entre notre cerveau et le monde digital. – Сумасшедший ли Клаус Шваб? То есть он тоже сторонник криптилоидов, как рассказывают некоторые продвинутые товарищи. – Ну, вот смотрите, да, в этом интервью там, на самом деле, во-первых, это интервью, надо сказать, это не какое-то на каком-то маргинальном канале, это главная, в общем-то, телерадиокомпания Швейцарии. – Ну, это же маргинальная страна. – Интервью на французском языке, да, но это как раз, кстати, та страна, где очень много по-другому, потому что там живут люди, которые, в принципе, принимают решения, вот, и Клаус Шваб – это один из них или, по крайней мере, так сказать, фасад там вот этого сообщества, скажем так, да. И вот Клаус Шваб беседовал там с корреспондентом вот этого швейцарского телевидения, вот, который, в общем, довольно был подобострастен, прямо скажем. Понятно было из этого разговора, что Шваб – это легенда. – Явно было, что Клаус Шваб был не мистер ПЖ, но где-то там рядом, да? – Да, там были просто вопросы, что… – Четланин, как минимум. – Что вот, а как круто, что к вам просто стекаются десятки и десятки, там, сотни президентов, глав правительств, глав ведущих корпораций, там Шваб говорит, да, я там каждый вот во время каждого из этих форумов, у меня 70-80 встреч, и там только президенты, там только люди вот главы. – Ну, это маргинальный человек. – Только номер один, вот, только вот эти вот, ну, типа Путина, типа там Байдена, или там, да, Трампа в свое время и так далее, да. Вот эти люди, то есть и таких вот десятки каждый раз там, да. И вот я, как бы, даю им, в принципе, указания, но он там почти так и говорил. Вот, и этот, да, как это вообще… – Какой вы крутой. – Да, какой вы крутой. Но это вот, типа, в нашей деревне, в нашем кантоне, да, вот есть такой Шваб живет. – Такой парень, жил такой парень, да. Вот, и тут Шваб, в общем, начал делиться действительно с ним интересными такими предсказаниями, вот, отвечая на его вопросы. И я удивлен, кстати, действительно, что это интервью никто за пять лет нигде не опубликовывал, то есть оно нигде не появлялось. Вот, и потом просто мне прислали там маленький кусочек с фразами, буквально там несколько фраз было переведено на английский. Я заинтересовался, попросил перевести целиком, значит, все интервью с французского языка. Что было сделано, лежит у меня на канале «Антитюринг». – Ссылка на это будет в описании к этому видео. – Так вот, Шваб там сказал, в частности, про чипизацию, вот, его журналист спрашивает, ну, тоже так, а правда ли мы там будем чипироваться? Он говорит, ну, вы знаете, я вижу такую перспективу, да, в течение ближайших десяти лет, что сначала просто внутрь человека, так сказать, будут там заводиться некие датчики, значит, затем чипы будут под кожу, затем, значит, в мозг, а затем будет уже установлена такая коммуникация между человеком и компьютером, нейроинтерфейс, да, вот то, над чем работает, в частности, Илон Маск. И он говорил об этом как, ну, таком вот рядовом техническом проекте, как, например, там, расставить по стране там какое-то количество вышек 5G, вот мы там, ну, мы всех чипируем, говорю. По сути дела, говорил он, просто… – Некоторые наши оппозиционные политики заявляли, что, ну, что ж тут плохого, ну, чип в руке открыл ворота, ну, это ж удобно, ну, это ж нормально. – А вот интересно, кстати… – В торе Клаус ушло. – Да, действительно, у нас есть один такой товарищ, по-моему, Евгений Черешнев его зовут, это создатель нескольких стартапов, человек, на самом деле, с идеями, я вот с интересом слушал его материалы, и тоже, кстати, это было вот где-то в это время, я не помню, он чипировался в районе 12-го, что ли, года, или чуть позже, или 15-го, может быть, ну, как-то так. Вот, он действительно чипировался, он под кожу себе вставил чип, открывал двери, вот, но потом вот что-то случилось, он был таким сторонником свободы, говорил о том, что нельзя вот допускать тотальную слежку, как бы нужно разработать даже, ну, какие-то системы, какие-то устройства, он гаджет некий там пытался разрабатывать, который бы сводил с ума систему наблюдения, который сбивал бы их с толку, то есть, чтобы человека нельзя было опознать. Вот, у него были выложены, по крайней мере, вот даже в Фейсбуке некие размышления на эту тему, он даже выступал об этом, но вот через некоторое время, походив с чипом, сейчас он говорит совсем другие вещи. Он говорит, например, о том, что как раз вот все это прекрасно, все это замечательно, мы люди, ну, не очень хороши, то есть, мы, в общем, такие вот, с точки зрения технической у нас все время проблемы какие-то, да, у нас, так сказать, наша аппаратура внутри, вот наши датчики функционируют с перебоями, надо все это, конечно, заменить на более совершенное устройство, мы должны все чипироваться, программироваться там и, в конце концов, сказать, выйти в астрал, там перезаписаться, как код куда-то и лучом лазера, чтобы нас Илон Маск отправил на Марс и там из нас сделал шахтеров для своих марсианских шахт. Так вот, и вот этот вот товарищ чипированный, о нем, кстати, я тоже буду писать в своей книге «Убить Левиафана», которая вот скоро выходит, то есть, уже глава целая написана на эту тему, вот, как это все происходило, и он просто в одном из интервью, я видел, вот, специально просмотрел несколько его последовательно интервью, и там было одно интервью, где я вот увидел какой-то некий страх, то есть, он рассказывал об эпизоде, когда, ну, его немножко отключили, вот, его чуть-чуть отключили, он… От жизни? Да, он там, как бы, вдруг этот чип перестал работать, на который он надеялся, что он открывает все двери там, он, значит, все читают, так сказать, информацию о нем, и перед ними, так сказать, все открыто, вот, и вдруг вот что-то там, какой-то сбой случился, А может, и не сбой, может быть, ему так просто показали, значит, кто он такой, что они могут, да, и он вдруг там обнаружил, что он не может выйти из помещения там своего офиса собственного, да, что даже и там была человеческая охрана, надо интересно, то есть, это не то, что он находился за закрытыми дверями, и вокруг была просто техника, которая действительно, ну, сказать, вот ты, у тебя чип этот отключился, и ты ничего не можешь делать. Нет, там были люди, которым он сказал, вы знаете, вот вы же меня видели здесь, вот уже там три года я хожу сюда каждый день, вот, откройте меня, выпустите меня отсюда, а они говорят, что-то у вас вот все равно, вы не тот, вот, вы как-то так, вот, система нам, им же там тоже, как бы, на экранчике говорится, что нужно делать, пускать, не пускать. Это же человек служебный уже, человек, да. Да, и тут он, и, видимо, вот после этого эпизода он что-то понял о своей жизни, как ему нужно говорить, что ему, наверное, все-таки не стоит слишком большое внимание привлекать к слежке. Потом, значит, у него вдруг с этих сайтов его исчезла информация про вот эти замечательные устройства, которые должны были путать системы слежки, системы наблюдения. Он как-то потерял интерес к этим разработкам, вдруг это стало как-то ненужным, неактуальным, и он сосредоточился на пропаганде, как раз чипирования в том числе. Вот есть такой конкретный вполне человек, вот, каждый может погуглить, посмотреть, вот, Евгений Черешнев. Это я к тому, что, в принципе, говорить об этом, вот, когда говорили об этом, как, ну, смеялись действительно, что вот… Почему смеялись? Продолжают смеяться? Продолжают смеяться. Шапочки из фольги мы можем видеть, а, примеры конкретных чипированных людей и как их поведение меняется. То есть не то, чтобы просто вот человек чипировался и получил вот эти чудесные способности. А когда об этом говорит доктор Шваб, вот, мы, так сказать, тоже, мы знаем, с кем он общается, кто ему, значит, отчитывается перед ним, да. И этот человек спокойно совершенно об этом говорил. Вот, наверное, это не просто так. И, причем, мы видим, как это сбывается, мы видим, как эти разработки уже сейчас, на самом деле, вот, технический уровень гораздо выше, чем то, что когда-то, вот, над чем люди высмеивались, смеялись, да. То есть это отдельная техническая тема, потому что сейчас вот простое, там, примитивное чипирование, вот, как Евгений Черешнев, который просто чип себе под кожу вставил, да, это уже, ну, прошлый век, это уже не актуально, потому что, на самом деле… Как кнопочный телефон сейчас. Да, это как кнопочный телефон, совершенно верно, потому что сейчас уже есть и через квантовые точки, и, ну, есть масса способов, на самом деле, смысл-то в чем всего этого? Смысл не в том, чтобы вставить, значит, сим-карту в вас, и чтобы она там сигналы какие-то излучала обязательно. Смысл в том, чтобы в ваш организм ввести некие датчики, они могут быть разной формы, они могут быть, так сказать, как вот эти наноточки какие-то, они могут быть, вот, пылинки, допустим. Недавно вот была тоже публикация о том, пылинки размером примерно 0,1 миллиметра, которые могут, то есть там внутри полностью электрическая цепь, вот, как в любом электрическом устройстве, которое может, вот, ее можно включить, отключить, там, заставить что-то передавать, там, да, она энергетически тоже, когда спрашивают, от чего это все, дескать, будет питаться. Пресловутые вот эти вышки 5G, которые должны проникнуть повсюду, и они, конечно, позволят еще и не такое, то есть вот эти датчики, разумеется, они будут вполне себе заряжабельны, вполне себе, значит, смогут передавать информацию, вот, а через эту информацию, вот, тоже, это я где-то тоже совсем недавно увидел публикацию, вот, как раз про, японскую вот эту вот модель цифровизации 5.0, где говорилось о том, что цель ее это сделать людей счастливыми, и это все, это прямо вот там записано, причем, Вы знаете, когда в начале 90-х ходили вот эти свидетели Иеговы толпами, да, и когда смотришь им в глаза, они были такие счастливые. Да, 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 да. Счастливые, счастливые, они прям светились счастьем. И там просто прямо записано в этой концепции, что это в обязательном, человек должен быть счастлив, он обязан быть счастлив, то есть, я не знаю, там не написано было, что они собираются делать с несчастными людьми, подозреваю, что будет им не сладко весьма, ты обязан быть счастлив, а как ты обязан быть счастлив, то есть… Тебе подняли пенсионный возраст, ты обязан быть счастлив. Конечно. Попробуй только. Не, ну концепция счастья, то есть счастье это то, что ты чувствуешь, а ты чувствуешь… Радость от поднятия пенсионного возраста. Нет, а ты чувствуешь то, что надо чувствовать, потому что если твои датчики покажут, не дай бог, что ты чувствуешь что-то не то, то будет плохо, и ты как бы вот эта концепция счастья уже у нас пошла… Ты понизишься в социальном рейтинге. Ну, я думаю, что даже вот мы сейчас тоже говорим о социальном рейтинге, но это достаточно сознательное средство контроля, то есть человек, он в принципе будет сознавать свой рейтинг, он будет… Ага, четыре… То есть все это будет работать даже, скорее всего, на более примитивном, на таком тиктоковском уровне, то есть это уже более низкий такой примитивный, то есть когда человек уже реально становится животным, он уже сделал шаг к полной… Развернулся и по эволюционной ступеньке пошел вниз. Да, мы видим просто… К астралопитекам Афарским, где-то сюда. Что для того, чтобы взобраться вот по этой эволюционной лестнице, как бы, да, чтобы превратиться в человека разумного, чтобы там изобрести, чтобы придумать науку, чтобы понять, как устроена Вселенная, сколько времени человеку потребовалось, а чтобы скатиться на уровне… Очень быстро. Обезьяны – это вот нам говорит товарищ Шваб, что 10 лет буквально там и всех мы вас чипируем. Так или иначе. Ну, он прав, то есть смотришь на улицу, все, кто ходит в этих… Ну, все, это шаг назад в эволюции. Да, если бы когда-то вот в 16-м году об этом сказали, что действительно, как зомби будут ходить там чуть ли не большая часть человечества, никто бы не поверил. Но это то, что произошло… Сказали, ты конспиролог, сумасшедший, тебе лечиться надо. Кстати, еще один момент вот в этом интервью со Швабом, тоже был очень интересный момент. То есть, когда он говорил, что, а вы знаете, что вот скоро будут вот такие служебные роботы, они будут нам служить, и этот корреспондент спрашивает, ну, они будут типа рабов у нас, да? Да, да, они будут типа рабов. Да, и он говорит, что Шваб, что… Я знаю, что Цукерберг вот такого сейчас собирается завести себе, и тут надо понимать, что речь-то идет здесь о людях, что здесь речь не идет о каких-то… Не о роботе Федоре, да? Нет, это речь не идет о таком, как бы, да, роботе из советских научно-фантастических фильмов, или там «Рогозинский робот». Или вот когда они говорят, что робот будет прислуживать, робот, значит, придет, принесет, вот его жизнь будет, его жизнь. Робот-вертер, да? Смысл жизни будет его состоять в том, чтобы налить вина, чтобы унести посуду, потому что он будет иметь человеческое тело, он будет иметь человеческий мозг, но он будет уже немножко модифицирован. Не масло, а спред, грубо говоря. Да, он… Внешне похоже. У него будет реальное биологическое тело, он будет внешне такой же, как мы. Вот есть проблема в робототехнике, называется проблема зловещей долины. Это когда робот слишком похож на человека, вот у нас делает, допустим, в Перми промо-бот такая есть компания, они делают роботов, и они делают в том числе роботов с человеческим лицом. То есть они сделали робота с лицом Шварценеггера, с лицом Эйнштейна, вот, и они действительно удивительно похожи, но видно все равно, что это робот. И человек, когда видит вот такого человекообразного робота, ну вот есть японские исследования, японцы впервые обратили на это, кстати, внимание, они раньше всех продвинулись в этой области, вот, взаимодействие робота и человека, это целая наука сейчас, да, вот, и они обратили внимание на вот этот эффект зловещей долины, что человек начинает пугаться ни с того, ни с сего. То есть перед ним вот, ну, некий робот, который просто ведет себя как робот, ну да, но с человеческим лицом, а этот человек пугается. Так вот, вот эти роботы, роботы-люди, да, их не будут уже пугаться, потому что у него действительно будет человеческое лицо, у него будет человеческое, как бы, тело, но при этом он будет служебным, потому что уже он будет, ну, тем или иным образом чипирован и контролируем. То есть там мы можем обсуждать, какая именно версия чипа будет, какой именно структуры этот чип, то есть будет ли это пылинка, будет ли это, значит, квантовые частицы, будет ли это просто реально тупой, но зато дешевый чип, вот как у Черешнева. Может быть и так, да, может быть, на какие-то дорогие чипы это надо будет еще заработать. Дорогие чипы в мозг будут вставляться только каким-то исключительным разработчиком вот этого цифрового левиафана, то есть оборудованием или программистом. Вот когда программисты, кстати, думают, что они, сейчас многие, я знаю, что вот они кодируют, они умеют программировать на языке питон, там, они умеют кодировать мир, то есть они кодировать будущее человека, они не задумываются над тем, что все равно их эффективность ниже, чем у компьютера во многих отношениях. Они не умеют так быстро считать, у них действительно есть идеи, вот, но не за горами то будущее, я думаю, что очень близко на самом деле, то будущее, когда их начальство там или платформа, на которой они работают, анонимная даже, там может не быть вообще начальника, он просто будет работать на некой платформе, как независимый, вот как, да, водитель Яндекс.Такси, то есть он будет, у него будет свое. Или менеджер Яндекс.Такси, который рассказывает, что им запрещено общаться с тем, кто сидит рядом, просто запрещено разговаривать. Вот, вот, и вот он будет тоже таким же на этой платформе, и вот он думает, что он будет кодировать будущее, но он, его будут прежде всего кодировать самого, потому что для того, чтобы он мог эффективнее писать свои программы, быстрее, чтобы выдавать на гора больше, значит, ему скажут, что даже добровольно, я думаю, это будет, что вот смотрите, вот есть некий небольшой вот чипчик такой, и вы будете, ваша производительность увеличится в 10 раз. А мы тебе поднимем зарплатку при этом. Это, кстати говоря, скорее всего даже не будет, потому что, если, значит, ты не чипируешься, то вот есть 100 индусов, которые готовы, они готовы еще и не таким чипчиком чипироваться, да, и они заменят тебя, поэтому это будет такая гонка, поэтому вот те люди, которые сейчас активно разрабатывают эти системы, если они, кто-то из них слушает нас, то я, в общем, рекомендую просто задуматься, вот подумайте немножко, чем это будет вам грозить, потому что и товарищ вот этот Клаус Шваб, он ведь все открытым текстом можно вот посмотреть этот ролик, можно посмотреть, там это все сказано, там единственное, что некоторые там интерпретировали, как это, как вот действительно робот, кто-то разработает такого робота, который прям будет как человек, но вот технически это, к сожалению, невозможно, еще очень не скоро будет возможно. А вот человека превратить вот такого полуробота служебного, вот это возможно уже сегодня. Да, и, собственно говоря, об этом вот как раз и об этом интервью более подробно, и вообще о том, о планах, как бы то, что они планируют, такие как Шваб и другие, о том, как они связаны с российской элитой, как они управляют нами, по сути дела, всеми, да, и как они уже на самом деле продали будущее, заложили его, продали, перепродали, и собираются на нем капитализироваться. Вот у меня изложено в книжке «Убить Левиафана», и более того, там, конечно же, не просто изложение там того, как все плохо, вот, потому что я постарался подумать над тем, поразмыслить, что делать, и как быть, и откуда, так сказать, что называется, ждать нам избавления, то есть какие… «Ни бог, ни царь, ни герой», «Ни бог, ни царь, ни герой», но конфликты между вот даже внутриэлитные, там тоже про это довольно много, вот, так что вот такая книга, она скоро выйдет. Спасибо большое, Игорь. Уважаемые товарищи, книгу, о которой говорил Игорь, вы можете приобрести, если вы перейдете по ссылке под этим видео. Сейчас этой книги пока еще нет, она дописывается, и ориентировочно мы сможем вам отправить ее где-то в конце июля, возможно, раньше. Но тираж этот будет довольно ограничен, поэтому тот, кто хочет прочитать ее как можно быстрее, вы можете сделать предзаказ, перейдя по ссылке, но, знаете что, отправим мы вам ее, я еще раз говорю, в конце июля, возможно, раньше. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok